Развитие современных технологий кардинально изменили ситуацию, и в интернете сегодня можно заработать, не прикладывая особых усилий. В глобальной сети можно продать, купить все, но есть люди, которые за счет блогерства живут довольно-таки неплохо. Происходит это благодаря привлечению на свои аккаунты интересным контентом большой аудитории, что тем самым обращает на себя внимание рекламодатели. Рекламодатели Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok выступают в этих случаях интернет-площадками, и чем больше подписчиков, тем больше у блогера доход. И тут важно помнить, что согласно налоговому кодексу Беларуси каждый человек обязан уплачивать с дохода установленные налоги, сборы, по которым он признается плательщиком. Порядок этой процедуры для физических лиц резидентов Республики Беларусь определен тем же налоговым кодексом. При получении блогера, налоговым резидентом Республики Беларусь в течение 2022 года доходов на территорию Республики Беларусь или за ее пределами, такие доходы облагаются подоходным налогом по ставке 13% на основании налоговой декларации по подоходному налогу с физических лиц, которую блогер обязан предоставить в налоговый орган не позднее 31 марта 2023 года. А вот уплатить начисленный налог блогеру следует не позднее 1 июня года текущего. Но есть еще несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. Нормы налогового кодекса не предусматривают уменьшение доходов, получаемых блогерами, на какие-либо расходы, фактически произведенные ими. При получении в течение 2022 года блогерам доходов в результате дарения или в виде пожертвований от физических лиц налогообложение таких доходов осуществляется с учетом льготы по подоходному налогу в размере 8078 белорусских рублей, полученных в сумме от всех источников в течение календарного года. Деятельность блогера, изначально направленная на получение дохода и носит систематический характер, подлежит регистрации в качестве предпринимателя. Под эту категорию чаще всего попадают вебинары, тренинги и другая подобная деятельность сети интернет. С этих доходов уплачивать налоги нужно обязательно. Исходя из определения предпринимательской деятельности, приведенной в статье 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, если деятельность блогера по размещению рекламы осуществляется на постоянной основе, то есть доходы, полученные более чем от одного источника, такая деятельность может быть признана предпринимательской и требует уплаты налогов по соответствующему режиму налогообложения. Если же доходы от размещения рекламы получены только от одного источника, например, от одной иностранной организации, к примеру, YouTube, за размещение контекстной рекламы, такие доходы могут облагаться по ставке 13%, то есть по доходным налогам, которые не требуют регистрации плательщика в качестве индивидуального предпринимателя. Совет. Если вы получаете какой-либо доход через интернет, причем даже не обязательно в денежной форме, непременно выясните, должны ли вы уплачивать с этого налоги, какие, сколько и нужно ли при этом подавать декларацию. Проконсультироваться можно в налоговых инспекциях по месту жительства.